всем огромнейший привет в продолжаем прохождение такой игрушки такой легендарной игрушки как silent hill что вообще насчет птиц можно сказать я побегал без записи кое-что понял кое-что потом спросил вернее ну ты тоже про я вспомнил там один знакомый проходил и спросил у него это момент он просто сказал типа внимательнее читай вчитывайся слова вот это еще было в тот день когда в эту серию выложили и теперь мы смотрим рассказ птиц без голоса и вот тут я понял что я дурак клавиши значит должны быть клавиши без голоса вот это я понял сам а то что птицы должны быть разноцветные это я уже понял после того то что он сказал вчитывайся внимательно и так далее я просто думал что там нет клавиш разноцветных там только есть белые клавиши черные вот оси белые все а там есть еще и черные клавиши то есть смотрите сначала прилетел пеликан стремящийся к награде молотя белыми крыльями то есть в самом начале видимо слева направо значит слева или справа вопрос пока что это не делал сейчас будем вместе дальше додумываться слева пеликан белый белый первое белое которое которое без звука клавиши потом тихий голубь летя за пеликаном как далеко как мог подождите не а значит последняя белая тоже такая первая белая последняя белая вон летит в полете выше чем голубь чтобы похвалить свои силы это значит перед голубем черная лебедь скользит в поисках мирного места рядом с другой птицей рядом с птицей другое место это только с первой значит вторая белая ворона плетела вам быстро как только мог быстро значит первая черная вот это клавиша лебедь это клавиша голубь это клавиша у нас черная а нет значит это так короче вот так потом вот так потом вот так раз два три четыре пять да все правильно рассчитали ну не совсем сами ну хотя есть не знаю если часа два еще побегал может я разгадал бы просто до внимательности вчитываться ну это реально взять медаль серебра естественно взять естественно взять так что у нас по карте понятно то есть нам надо идти туда еще там загадку за га разгадывать мы возможно даже еще и тому загадку и разгадку и разгадаем вполне возможно потому что андаль серьезная для меня на первый этаж надо спуститься скорее всего зачем заходить у нас раздевалка тут ничего нет ничего не так сейфы сейф таком месте глупо я сделал на пока не стреляем потому что мы не видим того в кого мы можем выстрелить нормально хотя как нормально дикий коридор конечно тут закрыт мы задумаем открыли матки а вот теперь эти вражины идут на нафиг на нафиг на нафиг на нафиг и добить раз вторую так же давай хорош так проверяю что мы реально правильно идем я просто всякий случай торговать проверяю эти дикие звуки просто дикие звуки он понятно что тут серебро использовать солнце и луна на месте дикий звук я хочу пойти быстрее башня дверь закрыта стрелка остановлено в пять то есть а что мне делать дальше солнце надо почитать почитать на что там пять часов было что там про пять часов написано было так кажется трудно где нет это не то 12 тоже не то темнота которая приносит удушье огонь отдающий тишиной будет холодное животное льву что-то холодное льву что-то холодное открой дверь времени для добычи дверь времени для добычи ну 500 нужно подождать пока будет 10 или 12 пять часов часов ну и две времени для добычи скайси вот это дверь для какая нафиг это когда мы просто возвращаемся в школу Может побегать по внутреннему дворику, хотя мне кажется это хорошим решением. Но с другой стороны я не очень понимаю, что нужно делать. Может быть вот туда? Так, какой-то слив, пусть. 10-12 часов. Может ориентиры? Башни. Да я понимаю. В приемной появился знак вопроса. Или он там и был. Ну-ка давайте еще раз. Стрелка в пять. Пять часов. Что у нас может быть на пять часов? А может быть на пять часов в первом этаже или на втором? Что у нас на пяти часах? На пяти часах у нас медпункт. Видите? Давайте в приемную сходим, там в знак вопрос. Да, скорее всего он там и был, но... А, ну... Понятно, к чему он там, да? Приемная. Дверная картина. А я не знаю, кто нарисовал это, но у него плохой вкус. Дверная картина. А его можно открыть как-нибудь, нет? Почему-то не используется, а мне ничего нет. Я все забрал, то что мог. По-прежнему ничего нет. Приемный знак вопроса. Темнота, которая приносит у души. Нифига не понятно. Огонь, отдающий тишиной. Огонь. Холод, лед. Будет голодное животное. Открытые времени для добычи. Голодное животное. Будет голодное животное. Будет голодное животное. Темнота, которая приносит у души. Темнота. Ночь. Утро. Огонь, отдающий тишиной. Солнце, может быть. Будет голодное животное. Открою дверь времени для добычи. Дверь времени. А у нас есть у них тут часы вообще? Не знаю, часы есть. Если есть часы, я буду дверь. Дверь времени открыть. Ну, приди на пяти часах. Что у нас может быть на пяти часах? А тут? Ну, медпункт у нас на пяти часах. Или вниз еще в подвал. То есть, нам или в подвал, или в медпункт. Правильно? Он на пяти часах находится. Вот медпункт. На пяти часах. Можно засыпиться, кстати. Поверь, что мы засыпились. Засыпились. Медпункт. У таких часов двери времени нет. Холодный огонь будет голодное животное. Ну, не холодно, а там. Давайте в подвал спустимся. В склад. Ну, склад нас не пустят все еще. Я больше чем уверен. Ничего внутри, а тут ничего внутри. А сюда нас не пустят. Замок забит. Замок забит. Дверь не откроется. Здесь мы как бы были. Может быть, включить эту лампочку. Огонь, помните? Это может быть красная лампочка. Да. А это голодное животное, да? Вы слышали этот трек? Это реально был дикий рык какой-то. Что мы разбудили? Ну, на тихий огонь-то похоже, да? Смерцание лампочки, правильно? По идее. Возможно, ну, там точно было недоступно это раньше, то есть включить. Поэтому, скорее всего, мы включили только вот. Что за животное нас там будет поджидать? А, животное, это ж понятно. Это когда мы включили эту машину, животное, машина зарычала, как зверь. Точно. Все правильно. Мы все правильно сделали. Точняк. Как раз на пяти часах, он на пяти ноль-ноль находится подвал. По времени смотреть по стрелке часовой. Осторожно. Что-то там написано, но я не очень вижу. Мы поднимаемся наверх. Мы поднимаемся наверх. Сирена какая-то там гудела, вы слышали? Где я? Я тоже хотел бы знать, где ты. Очень бы хотел бы знать. Был я здесь раньше. Я откуда знаю? Тебе виднее? Более ты тут? Или нет? А вот это мне уже не нравится. Абсолютно. Я не припоминаю, чтобы это тут раньше... А, ты где-то очутился. Чего? Подождите. Мы попали в какую-то другую реальность, что ли? Потому что все эти отметки, что мы тут были, пропали. И этой штуки тут точно не было. Мы тут раньше были. Закрыто. Что со школой стало? Получай. Ах ты гад. Мелкий тут сзади подкрался. Да бей ты его. Как-нибудь. На. За него лечиться придется, походу. Да? Да я опять не то нажал. Извиняемся. Пух ёкалом он как покоцалит у нас. Давайте вот так вот сделаем. Две штуки осталось. А сколько в пистолете пуль? Двенадцать. 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 Сорок восемь. Я все-таки с палкой буду бегать пока что. Что случилось с школой? Смотрите. Мы попали в какую-то параллельную реальность или не знаю в будущее этой школы. Ржавчина везде все. Как будто ей с двести лет. Что это? Это явно нужно. Взять упругий мячик взяли. Безголовая кукла висящая на стене. А можно я туда мячик положу? Ну как вариант. Нет. Больше ничего взять нельзя. Ну что это за комнату вообще? Склад. Точно мы ничего таки не пропустили. Нужно внимательно все осматривать. Безголовая кукла висящая на стену. Я же хотел. А, наверное. Из этого мячика не просто, а голову надо сделать. Кукле. Ну как вариант. Ну собака как-то, ну блин, он появился тут, я абсолютно не ожидал его видеть просто. Я думал, он безопасно. Ну, относительно. Он как появился и меня цапнул опять. Ну не так сильно, хотя бы. Да она меня эти, блин, радио-то предупреждала, что цапнет. Что пудово цапнет. Что это за фигня? Да тараканы такие. Офигеть. Вот тараканы. Что у нас, блин, по статусу нашему, по жизням. Желтые. Желтые. Желтые плохо. А где мы находимся? Зал. Ужас. Это решетки все ржавые, в дырках цепи. Что тут было? Да мы попали. Где наша школа обычная? Да, страшная, но вполне, вполне нормальная. Мы открыли дверь, на всякий случай заранее, чтобы было куда убегать, отступать. Ой-ой-ой, не нравится мне это место. Взять картину ключа. Осыпанные карты. Наверное, карту мы взяли все-таки. А можно ее как-то посмотреть? Карточка с нарисованным ключом, найденную стали в классе. Можно я как-нибудь... Да нет, нельзя. Наверное, сюда, нет? Нет. Ну что тут нет? Ой, жесть. Да, где я нахожусь? У меня вниз надо, правильно? У меня вниз надо, правильно? У меня вниз надо, правильно? Если вниз туда, то я пришел. А, вот я имею в виду, сюда. Так, сейчас тогда будет ползти тут или идти. Отпусти, собака. Отпусти, собака. Да их трое тут вообще жесть. Ну не, ну это... Это, конечно, было... Печально. Я еще и сохранился непонятно где до этого. Ну, не то чтобы непонятно, но далековато, так скажем. Так, разворачиваемся иди сюда. Да блин, так не пойдет. Ну реально не пойдет. Я сейчас пистолетовую не смогу их убить. Что за бред? На, вот так вот. Вот так вот. А теперь можно... Теперь можно и оружие сменить. Блин. Опять я путаю карту и оружие. Ага. В принципе можно одну бутылку выпить. Осталось три. Карта у нас. Зайдем сначала в склад, сейчас. Сменим оружие нам. И заходим в склад. Берем мячик. Смотрим куклу. Ну не знаю. Если не сюда, то куда это мячик-то вообще девать? Это здесь не катит. Ну ладно. Не катит так, не катит так. Где-то есть. На этот раз не появилась тут собака, смотрите никакая. А я его ждал. А я его ждал. Не, я его ждал. Не, я его ждал. Заходили просто так. Шесть помещенницы, конечно. А не совсем просто так. Наверное. Все-таки. чтобы пройти сюда и открыть дверь, правильно, да, картинка с ключом, уберем, так, тут надо, тут нужно выбрать все-таки пистолет, потому что там будут их трое, у троих я, просто так не осилий, да цепи сты от меня, и потом 15 на них потратил, наверное, блин, да, надо с палкой ходить, еще, блин, укусил опять, этот гад жизни, жизни маля, и так, он еще гад укусил, расставленные стулья, к чему бы это, даже сейчас по смыслу, а, замок закрыт, ясно, а куда та дверь ведет, напротив которой, вот эта, а, тут ее нет, была же, для меня уже блещет, ты точно там видел дверь, жесть, конечно, это закрыт, это дверь, ну ладно, блин, ну не, ну это будет опять сейчас, живем пока, ну, сейчас, сейчас нас убьют, блин, ты же, жесть, ладно, давайте на этом закончим серию, где за минут 25-30 она у нас продлелась, ух, опять начинаю тупить просто с боями, нужно немножко, в следующей серии уже более свежими силами подойти, и очень легко, очень легко мы зачистим эту комнату, пока что много впечатлений, мы отгадали две загадки, читаем, молодцы, ну и всем большое спасибо, кто смотрел, ждите новых серий по Silent Hill и по другим играм, с вами была Айс, всем пока-пока.